В Ленинградской области задержали 62-летнего бывшего руководителя некоммерческой организации Магданской области Владимира Кабанова. Он скрывался от суда, обвиняли его в хищении чужого имущества, совершенного с использованием своего служебного положения. Максимальное наказание – до 6 лет лишения свободы, а за злоупотребление полномочиями – до 4 лет. По версии следствия, в течение 2019 года руководитель возмещал расходы на приобретение ювелирного изделия, посещение различных развлекательных мероприятий, а также иные траты, не связанные с деятельностью некоммерческой организации. Общий ущерб составил свыше 500 тысяч рублей. Задержанный будет этапирована территорию Колымы. Как отмечает интернет-издание «Говорит Магадан», дерзкий чиновник разыскивался правоохранительными органами с конца прошлого года. Как только Владимир Кабанов занял свой пост в феврале 2019 года, он начал тратить деньги из бюджета на сомнительные цели. «Говорит Магадан», пишет, что это были дорогие номера в гостиницах, вип-залы аэропортов, рестораны, элитное обслуживание, ювелирные украшения. Вам звонит неизвестный и представляется сотрудником банка, сообщает о проблемах с вашей банковской картой, просит продиктовать код. Будьте бдительны, это мошенники. Немедленно прервите разговор и перезвоните в свой банк по номеру телефона, указанному на обратной стороне вашей банковской карты, либо лично посетите офис вашего банка. 13,5 миллионов рублей за несуществующие машины. Полицейские установили, что с 2017 по 2019 годы злоумышленник разместил в СМИ и интернете объявления. Согласно им, магаданцам оказывали услуги по доставке в областной центр автомобилей и другой техники. Принимая предоплату в полном объеме, обратившись к нему гражданам, исполнять свои обязательства не собирался. Долгие месяцы, потерпевшие ждали прибытия транспортного средства на территорию областного центра, не подозревая, что директор общества распорядился денежными средствами по своему усмотрению. Всего на уловку злоумышленника попалось 20 человек. Опросили свидетелей. 20 потерпевших провели очные ставки. Приговор об суда 37-летнему мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года. Приговор в законную силу не вступил. Продолжение следует... В преддверии дня книгодарения, который проходит 14 февраля, музей-галерея боевой славы проводит просветительную акцию «Подари музею книгу о войне». Не секрет, что сегодня старая печатная книга переживает сложные времена. И некоторые экземпляры, и некоторые издания, целые серии остаются незаслуженно забытыми или даже вовсе уходят из жизни. А мы очень хотим сохранить именно печатную книгу о той страшной войне, которую победоносно выиграл советский народ. Акция пройдет в Муниципальном центре культуры 12 февраля с 12 до 16 часов дня. Любовь Голимбевская, Александр Фещенко, Магаданское время. Магаданское время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова